Юингу не потребовалось много времени для того, чтобы получить звание лучшего новичка года, играя в этом клубе. Когда чем-то занимаешься, то хочешь быть самым лучшим. 12 раз он был в составе команды всех звезд, вошел в число 50 самых великих игроков NBA. Он был в составе Dream Team вместе с другими звездами, в 1994 он привел Никс к финалу и уцепил только Акима Аладжио и Рокетс. В 1999 Никс снова были в финале, но устареющий и травмированный Юинг мог следить за ходом игр только с камьей запасных. Юинг расстался с Никс в 2000 году, хотя им так и не удалось вместе выиграть чемпионат в 2003 Патрик увидел свою майку, поднимающуюся под потолок Мэдисон Сквергардена. Я всегда буду Никкербокером и всегда буду Нью-Йоркцем. На этой неделе в овертайме Патрик Юинг. Vai на и Britитике... На этой неделе вверху первых зажигах Древго зажиг То-гайне сMadre Патрик. Очковый самый звончик... Чодо-газин, הא-газин, сын! Здравствуйте, я Майк Морган. 15 лет он оставался в центре внимания баскетбольного Нью-Йорка. Вместе с Патриком Юингом Нью-Йорк 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 много лет претендовал на первенство в NBA. Хотя им так и не удалось выиграть чемпионское звание. Юинг сумел выиграть многое другое, стал одним из величайших центровых в истории лиги. Сегодня в овертайме Патрик Юинг расскажет о разных этапах своей карьеры. В Джордж-Саунском университете его замечательные качества защитника вызвали сравнение с Биллом Расселом. Поэтому мы хотим дать интервью самого Рассела с Патриком Юингом в его первый год в NBA в 1986 году. А для ностальгии добавим музыкальный аккомпанемент одной из ведущих рок-звезд 80-х. Билл Рассел, я знаю, ты играешь по максимуму. Какие цели ты поставил перед собой в этом году? Юинг, я хотел бы попасть в команду всех звезд, что я сделал, и помочь Никс выиграть чемпионат. Мне кажется, они гораздо лучше выглядят со мной, чем без меня. Думаю, в этом состоит моя работа. Как ты считаешь, что нужно изменить, чтобы добиться преимущества в пять игр, тебе лично? Ну, в моей игре? В принципе, я могу улучшить свою игру на подборах и в центре нападения. Ну, еще много чего, конечно же, нужно. Я же только новичок. Рассказывают о ваших отношениях с тренером Джоном Томпсоном. Он мой близкий друг, я знаю его очень хорошо. Говорят, он пытался контролировать тебя в колледже. Нет, конечно нет. Это не в правилах тренера Томпсона. Он не пытается контролировать своих игроков. Он их учит и позволяет им свободно учиться и расти. Мне тоже он дал время позрослеть и стать таким, как я сегодня. Твоя репутация в колледже как игрока защитного и, прежде всего, командного. Ну, а сам ты этого ожидал. Я знал, что умеешь забрасывать мяч. В Джордж Тауне моя роль была в защите, блокировке, а потом уже в зарабатывании очков. А здесь я делаю и то, и другое одновременно. В колледже мне не было необходимости зарабатывать очки, потому что там это делали другие. Как ты чувствуешь победы в таком юном возрасте? Я замечательно себя чувствую, достигнув цели, которую когда-то поставил. И очень горжусь собой. Мы поставили эту цель в начале сезона и добились победы. Надеюсь, мы сможем одержать еще одну. Смотри, когда будешь покупать еще кольца, чтобы пальцы не кончились. Я повешу их на каждый палец и надеюсь, что для этого будет повод. Ну что же, сейчас в середине твоего первого года. И как тебе видится собственная репутация в конце карьеры? Я очень надеюсь, что стану одним из самых великих игроков в лиге. Когда чем ты занимаешься, то хочешь быть самым лучшим. Я хотел бы стать одним из лучших. Думаю, ты сделал хороший старт. Теперь нужно сохранять темп. Ну а кто еще из Никс получил титул лучшего новичка? Уилли Стрит в 65-м. После победы в чемпионат НБА в начале 70-х годов Нью-Йорк и Никс попали в полосу невезения. В 85-м они не смогли попасть в плей-офф. Но выиграл вовсе количество 24 матча. Но у этого мрачного сезона была серебряная подкладка. Никс оказались среди первых команд участия с первой в истории драфт-лотерей НБА. И главным призом для них стал Джордж Таунский. Центровой Патрик Юинг. Звездная карьера Юинга принесла ему славу самого популярного игрока в университетском баскетболе. Он был самой популярной молодой звездой и на драфте. В лотерее участвовало 7 команд в борьбе за него. Каждая мечтала об этом выходце с Ямайки. Первый номер драфта Патрик Юинг. Трижды из All-American из команды Джордж Тауна. Я хотел пойти в Нью-Йорк. Это был мой выбор номер один. По мере того, как каждый следующий выбиравший раскрывал имя Юинга, Никс приближались к судьзаносному финалу. Я начал нервничать только, когда подошли к последним трём. Тогда я начал потеть. Я сказал, господи, у нас есть шанс. Оставались две команды. Юинг мог попасть теперь либо в Никс, либо в Индиана Пейсерс. Второй номер драфта уходит к Индиане Пейсерс. В Юинге фанаты Никс видели героя, который должен был возродить блиставшую когда-то команду. На него много ставилось задолго до того, как он вышел на площадку. Теперь мы будем чемпионами. Они считают Юинга, залетевший в Нью-Йорк, звездой с Востока и сразу ждут победы в чемпионате, говорит Пейтер Уэйси. Его долгожданный профессиональный дебют был самым кассовым событием в городе. И так сложилось, что первым противником Юинга оказался лучший центровой лиги Мозес Миллоун. Кто-то послал мяч над кольцом, я перехватил и бросил сверху, и все обрадовались, что началась эра Юинга, но потом Мозес показал мне, где раки зимуют. Это был первый из многих уроков, которые преподали Юингу в том сезоне, когда он впервые в жизни почувствовал свое бессилие изменить ситуацию. И хотя ему все же удалось взять звание лучшего новичка года, разговоры о чемпионате в Нью-Йорке затихли после того, как Никс в итоге снова оказались на последнем месте. Тяжелое было время, говорит Юинг. Мой первый год мы выиграли всего 23 матча, я получил травму, и нас постоянно освистывали. На следующий год Никс выиграли только 24 матча, а Юинга снова замучили травмы и груст чрезмерных надежд. Он выигрывал на всех уровнях, но от него ждали глобальных изменений в команде. Что ж, баскетбол игра командная, один человек по году не сделает, говорит Эрни Грюнфельд. Первые два года он получил много травм, да и болельщики немного давили. Я помню, что однажды у нас после игры была назначена раздача автографов Патрика Юинга, но я получил травму и плохо сыграл в тот вечер, говорит Юинг. Так публика рвала постеры на части и бросала их на пол. Было тяжело это видеть. Очень тяжело. Но даже в самые тяжелые дни своей профессиональной карьеры Юинг был по-прежнему уверен в себе. Я сочувствовал ему, говорит Боб Хилл, и после игры подошел, обнял его за плечи и сказал, что у него все хорошо получается. Он посмотрел на меня так, словно всегда это знал, и тогда я подумал, что у него все будет в порядке. Но пока у Патрика оставались еще надежды, болельщики Нью-Йорк погрудились в отчаянии во всем обвиняя Юинга. От него требовали ответа за провал команды, и он отвечал так, как умел, с таическим терпением и целеустремленностью. Переубеждать людей просто бесполезно. Я собран, сконцентрирован, у меня есть цель, и я буду идти к ней, говорит Юинг. Поражение в седьмой игре финала NBA 1994 года было для Патрика Юинга ударом, но них сохранили свое положение, следил лучший команд лиги, и на сегодня следующий год снова вошли в финал. Их противниками стали Индиана Пейс, разуступая в счете 3-1, Юинг и Нью-Йорк драматическим усилием сравнял счет в серии, седьмая игра должна была состояться дома в Мэдисон Сквергарден, и перед матчем Юинг дал интервью Питеру Вейси. Питер, Патрик, вас уже оставили в покое. Как вы смогли вернуться? Когда назад дороги нет, тогда начинаешь играть лучше, когда некуда отступать. Вот в чем дело, и пока еще ничего не кончилось. Мы собрались, наконец, в единое целое, и теперь должны закончить это дело. Команда Никс, на что она способна сейчас? Иногда нам что-то не удается, но, думаю, наш лучший матч еще впереди, и он не за горами. Мы многое пережили, и у нас теперь есть база для того, чтобы пойти еще дальше. Когда вы говорили на последнем совещании в пятой игре, вы сказали после матча, что попросили мяч, чтобы сыграть самому? Я всегда прошу мяч. Думаю, мне платят именно за это, за последний бросок к кольцу. Я же лидер. Я брал интервью Джерри Веста, Майкла Джордана, и оба они сказали, что пашут, стараются ради вашей победы в чемпионате. Как вам это нравится? Да, Майкл старается. Для меня, особенно в прошлом сезоне, когда он сказал, это твой год, иди и сделай это. К сожалению, мне это не удалось. А потом он забрал свои слова обратно, вы знаете Майкла. Я для них тоже старался, и они тоже не сделали этого, так что теперь наступило мое время. Думаете, он старался для вас во время прошлогодней серии с Боллс? Нет, не думаю. А по-моему, да. Он мог бы лучше, но я его не виню. Патрик, вам когда-нибудь приходило в голову, особенно когда вы проигрывали 1-3, что, может быть, это у вас последний шанс выиграть чемпионат? Как вам зачтется эта неудача? Нет, мне все равно, когда меня всегда осуждают по той или иной причине. Мне все равно, что обо мне думают в глубине души. Я знал, что мы сравняем счет нашей команды лучше, чем Индиана. И я не получу возможность выиграть чемпионат в этом году, и получу ее выиграть в другом. И у меня все равно была удивительная карьера. Ваш тренер не вернется в следующем сезоне? Не знаю, я думал об этом, но я просил его вернуться. Но думаю, что Петер Али выдающийся тренер, и я был бы рад снова его здесь увидеть. Питер Вейси, наконец, что может позволить вам обогнать Пейсерс? Ээээ, нервный свисток или зазвонивший будильник? Прежде всего, мы не пешеходы. Прежде всего, я считаю, что вперед выйдет тот, кто больше верит в себя и больше стремится к победе. Это будет вся команда. Я сказал уже, что как команда мы сильнее, у нас большое сердце, так что мы выйдем на паркет и всем покажем. В той седьмой игре Никсон перед самой сиреной не хватило одного точного броска Патрика Юинга, который бы мог сравнять счет. Годы шли, и травмы начали сказываться на Юинге. Больнее и больнее становились эти повреждения год от года. Колени, сломанное запястье, порванное ахиллово сухожилие. Он продолжал играть на звездном уровне, поддерживая Никс в блестящей форме. Несмотря на нового конкурента из Майами, Патрик вспоминает это жаркое соперничество. После годов баталии Майкла Джордана и Реджи Миллера, Патрик Юинг посвящал еще одного опасного соперника. Майами Хит, начиная с 1997 года, Никс и Хит сходились в плей-офф 4 года подряд, и каждый раз их противостояние разрешалось в одной финальной игре. Он ведь знал, что немного примеров подобного соперничества. Самое интересное, что в этих схватках Юингу приходилось сражаться против своего бывшего тренера Пэтта Райли и близкого друга Алонзо Морнинга. В интервью 2002 года Патрик вспоминает эти классические баталии. Конечно, когда две команды играют в похожем стиле, можно ждать ударов, столкновений, царапин и прочего. Жаркие схватки между этими двумя командами всегда проходили драматично, напряженно. Это были очень крутые матчи. Даже после ухода Пэтта мы играли в один тот же баскетбол, говорит Юинг. Джефф Ван Ганди, ученик Райли, когда Рос уехал в Майами, Джефф принял у него команду, мы заиграли в одну и ту же игру. Это было все равно, что играть на тренировке, с той единственной разницей, что на нас была форма Никс, а на них форма Хит. А вот теперь о драке. Когда скамейка освободилась, некоторые из нас ушли, а другие нет. Я ступил на секунду на площадку, шагнул назад, и меня дисквалифицировали. К сожалению, я не смог сыграть в шестой игре, и мы проиграли. Некоторые из нас не смогли сыграть в седьмом матче, и мы проиграли. Это было большим разочарованием, потому что мы могли бы обыграть их и выйти в финал. Тогда это могло случиться. Лори Джонсон и Морин с другими. По непонятной причине Лори Джонсон и Алонзо Моринг недолюбливают друг друга, и когда они играют друг против друга, то это настоящая война. Начинается драка, и очень смешно смотреть, как Джефф пытается провести прием против Алонзо, и хватает его за ногу изо всех сил. Это ужасно смешно. Это смешно. В общем, мы всегда устраиваем такие спектакли, пьеса «Треугольник». Он раскрылся и сделал бросок на бегу. Мяч постучал по сторонам корзины и провалился вниз. Наверное, это была месть за что-то прежнее, но только роли поменялись. Я думаю, это было зарплату за некоторые моменты, когда роли были превращены. Мы все стараемся сделать свою работу и помочь своей команде выиграть. Это очень интересная задача. Я часто переживаю игры в своей голове снова и снова. В этом стоит баскетбол, командная игра, в которую интересно играть. Я наслаждался каждой минутой игры и рад, что Никс вышли наверх и оставались там долгое время. После победителя «Хит» в 2000 году, Никс проиграл в финале конференции, и это ознаменовало конец великолепной карьеры Патрика Юнга в Нью-Йорке. Последние два своих сезона он провел в Сиэтле и Орландо, а в 2002 ушел на пост помощника тренера «Визардс». Патрик был лидером Никс во всех аспектах, включая количество заброшенных мячей и игру на подборах. В 2003-м команда сделала Майк с его номером неприкосновенно, и сейчас мы окажемся гостями на этой церемонии. А я прощаюсь с вами. Овертайм провел Марк Морган. А теперь, прежде чем поднимется флаг на Мэдисон Сквергарден, слово Патрику Юнгу, говорит Марв Альберт. Спасибо, Марв. Спасибо, Марв. Знаете, все эти ребята здесь поспорили на то, что я сегодня заплачу. Но даже если я не пророню ни слезинки, знаете, что я чувствую огромную радость внутри. 15 лет я прожил в Нью-Йорке, 15 лет я играл здесь и никогда не уезжал. Даже играя с другими командами, я всегда был и остаюсь никербокером. И прежде всего я хочу поблагодарить вас, болельщики. У нас были взлеты, падения. Вы дали мне почувствовать ваше отношение к тому, что я делал здесь каждый вечер. Если бы у меня была возможность прожить жизнь заново, я не хотел бы играть нигде, кроме Нью-Йорка. Только для вас, ребята. И я хочу поблагодарить всех этих парней за то, что они пришли. Моих друзей и тех, против кого я играл. Они оценили то, что я сделал, выкроили время из своего расписания, чтобы прийти сюда. Знаете, это приятно видеть, когда твоя майка взмывает под потолок, а рядом все эти великие игроки. Хочу сказать вам всем большое спасибо. Спасибо за ту поддержку, которую вы оказывали мне здесь все эти годы. Потому что где бы я ни был, куда бы я ни поехал, я не смогу уехать от Нью-Йорка. И вы, ребята, будете со мной везде. Вы везде поддерживаете меня. Я вижу Спайка Ли здесь в публике. Помню, когда я только пришел, твое место, Спайк, было вон там, наверху. И смотри, где ты теперь. Спасибо вам огромное за то, что верили в меня. Я очень это ценю, дорожу вашей поддержкой. И вы дарили ее не только мне, но и всей команде. Я всегда буду Никс. И всегда буду Никкербокером. Это будет Нью-Йорка. Спасибо большое.